номер 554 события дня эпиграф мотфея 1230 кто не со мною тот против меня и кто не собирает со мною тот расточает за 19 июня 2017 года как простые слова и как я страшно на сегодня слово меня ничего не означает для людей но эта речь идет о христе и когда он явится наступит вселенский конец часы временные все остановятся наступила по исторической вечность и уже не скажешь что не знал не слышал все говорило о славе божией не со мной что значит со мной да тут всю жизнь посвятил только знать где со христом где чего начиная с райской обители прямо господь горит в поте лица твою будешь есть хлеб твой это со христом ну да на самом деле назвали сын плотника то есть плотничал крепче всего строит плотник из назарета потому что любое даже кирпичное здание и мы сразу пишут срок годный на стену сто лет двести триста а такое что бесконечно нет это все изнашивается не изнашивается только то что поверил делать господь со мною то есть я с ним а куда с ним куда поведет ну а где он бывает где его видно с ним или не снимать сегодня день прожили просто работали вот события дня прошедшего до 19 вот утром уже стою пораньше рассматривать какой у нас вчера удивительный день был заранее подготавливать к этому сказали что 19 будет аномальная температура 40 градусов до этого там 30 с лишним было и советует ничего тут пока не вылазить на солнце да как же мы можем сидеть заранее с вечером попросили что я сходил договорился с барабашом грузовую машину самосвал подогнали там где сваи лежат это ошкуренные заостренные как столбой столбушки небольшие это по два метра но заострял их тоже пилой роман малыш и стружка не мелкая как обыкновенная она здесь отбирала как бы на поперек и повдоль на конец косиной стружка длинная каждая стружка несколько сантиметров а что такое стружка это мелкенькие лучинки так назовем поставил машину прямо над ними а их куча у нас там много и вот ночью мне все это предстало перед глазами одна искра загорится сразу вспыхнет и машины а сдвинуть ее с места никто не может роман то в стороне и до утра считаю сейчас 20 я проснулся и сам проснулся танго поднимает только помолился стук вверх стук только прилег стук сильный стук скорее помолился воображаете как воображаете бывает я не один я говорю все слышали да все ангел будет молитву ну слава богу уже остальные в 4 40 встали сестры готовят завтра к нам стали грузить комарья моря но я взял с собой такие сшитые накомарники вина много их дал надеть у кого не было стали грузить дальше тут проволоку все роман пришел а может за столом были все подготовили повезли мы все засняли как в это время гимнастика была все это будет показано и поехали на 1 мостик отвезти туда там разгрузили но мы не увезти потому что мы обращаемся на молитву и не можем ответить ладно на покосе все у барабаша тем более в этот день к нему приезжает из барнаула на больших самосвалах с прицепами покупает пшеницу овес что есть поэтому нет нам помощи а машину дали я так и рассчитал и роман все привез дальше поехали мы на разъезд где все разваленных и все это я заснял показал бутовый камень даже не ожидал думал там кирпичей обломки весной их унесет и никак и вдруг в траве завалено там в разных траншеях мы все это поднимали грузили но много-то не нагрузишь он смотрит рессора уже выгибаю и получилось 5 рейсов сделали но не назовешь что полная машина это не камаз но есть что вывезли роман потом себе мелочи немного плюс он данный там думаю сделать а после обеда мы уже туда отправились никита володя я на трех велосипедах все у нас там есть заранее завезли отработку мазать и мазилу ну что там нужно было воды взяли с собой кружки теперь провода эти не провода сказать те провода а проволока шестерка ее надо протянуть по низу воды по дну закрепить пока бульдозера не с бульдозеристом сразу связались там начальник валерий уже у нас не один год работали хорошие отношения почему ну мы сразу человека в гостиницу помещаем все стар распределяет кто будет готовить батюшка дает мясо барашка колит но и сливки тут он поправляются довольно помыться все это обдуманные и нынче опять договоримся чтобы тот же был который в прошлом году техник это было это недалеко хаса барнауле и теперь из барнаула привезти сюда и обратно отвезти это за мой счет за нашу шесть половиной рублей кажется один километр рассчитали туда-сюда это 13 150 километров умножая ой-ой-ой-ой а можно никак но они же тоже работают и трактор везут на платформе договорились на следующей неделе ровно через неделю там заканчиваю должны приехать вот мы сюда тут побылись мы все засняли потом я пошел посмотреть второй мостик как там там опять огромный человек пролезет нора так вода не ушла только бобры но это мы все равно будем заделать воды больше намного больше прошлогоднем все-таки задержали немного но если нанимать все благословиться я говорю нам экскаватор драглайн нужен нету нигде есть вот один нашли но никто на него работать не может еще что особенно вот там я говорю ну вот так углубить могли бы мог пруд да есть такой который на такую глубину ну он берега стоит еще он достанет стрела у него а этот забрасывает ковш вытаскивает и выливает ну плохо вот эти события вчера мы начали уже протравливать по берегу раскладывать по трассе наши свои чтобы эти заостренные мажет раскладывается никита володя мажет ну и надо сегодня тоже будет аномальная температура никакой не было тучки нашли ветер пошел и а паутов это слепень называют овод море мы едем я и бью и бью и бью фуражка в кабине закрываемся и проникают тысячи прям пол весь услана ими ой 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 а как те которые живут там это в лесу ужас какой здесь они леса никакого нет и столько их тут и не выводится это вот вчера приехал мой племянник с дочками двумя василий лапкин с киргизии а тут события для нас события местные от племянника сына отдали стёпу тоже с нами то есть у нас прибывает все поэтому отдельном доме там с братьями а здесь в гости приглашают лагеря нету ну перед богом все это все за один день было жара такая естественно воды много набрали с собой благословенный был день как вспомню что у нас теперь там есть камень камень которым вода будет стекать как горная река ну все проверил откуда попадает вода как сделать чтобы весной поводок было не смыло нашу потяну она все смывает каждый год и вот думаю что сумеем мы сделать батюшка сомневается все но неважно телефон мне в городе отремонтировали алексей загуляем батюшка привез вчера для меня это событие потому что зале дала свой а он такой бледный я никому не ответить ничего не могу но держу на всякие случаи пожарные не позвонить я вообще-то хотя и не звоню и вот как говорится кто не собирает со мной этот растащает а еще бы человек собирать когда не знает чего и веры нет вот вчера такой наполненный день был сколько было сделано все это дал указание этой опилки собрать в огороде посыпать картошку ну как соломой и приезжаем уже нету все сделали и хотели брать для куриц но они длинные опилки нужны мелкие как можно больше было вот это что мы вчерашний благословенный день часть камней улетела в воду никита их из воды доставал все это все заснято ли человек может увидеть и сравнить городскую жизнь в городе ни один этим заниматься не будет нет ну кто-то где-то в каменноломне там где-то работает в другом городе привозят здесь все сами ломиками выворачиваем притягиваем нам нужна кувалда обе кувалда ручки железные сваренные хорошо отломилась камень долбили день благословения фактически мы подготовились к приходу бульдозера обязательно сделаем мы молимся потому что с нами господь и вот ролик роликов роликов роман николаевич не спаси христос игнатий тихонов подскажите можно ли работать продавцом в продуктовом магазине где среди продуктов товаров для дома продают сигареты если пиво если водку в моем случае водки пока нет лишь передает я отвечаю ничего греховного чтобы не было не торговать пакостью весь ответ сколько вопросов туда много ответов заходили не отвечают и нападки одни и те же люди нападают а их нигде нет они заблокированы они пишут и не знает кого бы не увидели еще одна пакость мерзость всякую пишет и что-то ролик побуждает нет нет просто матерки всякие пишут скверно безбожники они думают что за все отвечать придется перед богом ну он ругает сам никакое делать но прожужжал овот улетел мнение чужих людей безбожников златоуз это писк комара жужжание жука карка не ворона у них ничего нету а к нам приходят показывают свои ресурсы они еще не могут показать вот первый это у нас конечно мой мир вот в моем мире пожалуйста фотографии только 18 121758 вот как и видеороликов 6189 это видео видео дальше наш видео называется православный форум 1600 тем но у недругов у них ничего нету пустое и наш видеоканал богатейший православный видеоканал крытым ухом вот только что поставил посещаемость встреча марины 43 вот 43 человека отдельное проживание за пятьдесят одну минуту пятьдесят девять просмотров ну значит кое-кто приходит интересуется мы показываем как можно жить в бедности красиво и интересно все здесь указано и вот на этом так у нас еще во свете библии православный библейский сайт 4124 ответа по темам и разбит на 55 папа тем мы можем даже включить сегодня немножко про войну каждый день беру по одному другому вопросу вопрос 2060 восьмой том открытым оком настоящее время законом предусмотрено освобождение священнослужителей от срочной службы были ли ранее в первые века в возникновении монашества подобные льгота инокам ответы льготы были очень существенные обед монашеский был придуман и очень хорошо продуман это как клятва присяга но на верность богу царю воинств и теперь умри а назад ходу нет эти начали сильно злоупотреблять рабы приходили с обманом говоришь они свободные люди их постригали а потом оказывалось что это собственность князя или пилата второе офисом не кейсом 367 11 завещиваем же вам братья именем господа нашего иисуса христа удаляться от всякого брата поступающего бесчинно а не по преданию которые приняли от нас ибо вы сами знаете как должны вы подражать нам ибо мы не бесчинствовали у вас но слышим некоторые у вас поступают бесчинно ничего не делает а суетятся бесчинство против установленного чина законов государства и против канонов церковных неприятности было до призриха и тогда святые отцы на соборах вынесли правила по которым должны были все определять можно ли принимать в монашество вот этого конкретного человека но для таких для тех кто стремился увеличить количество своих земных чернористов воинов монастырских все они эти каноны были как бы не бывшие они запросто ими пренебрегали хотя кара за нарушение этих законов канонов должна была их немедленно загнать в угол пещеры но у монахов была всеобщая их установка все что не по их черноризному уму будь то писание или каноны им это без надобности они с легкостью нарушали любые самые строгие каноны и объявляли что против них идет дьявол а они борются с сатаной выходит сатана был за каноны а они 4 вселенский собор правило 4 да не приемлется также в монастырях в монашество никакой раб без воли господина его приступающими все наше определение определили мы быть чуждым общение церковного да не хулиться имя божие вот правило это зачем его нарушать то серьги радонежский главный нарушитель двукратный собор правило 5 того ради святой собор определил никого не сподоблять монашеского образа прежде нежели трехлетнее время предоставлено им для испытания явит их способными и достойными такового жития и сие повелел собор всемирно хранить всемирно разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь и понудить сократить время испытания или разве кто будет муж благоговейный и в мирском одеянии провождавший провождающий жизнь монашескую ибо для такового мужа к совершенному испытанию достаточен и шестимесячный срок аще же кто поступает вопреки всему то игумену по лишении игуменства состояние подчиненности да послужит наказанием за отступление от порядка поступивший же в монашество да предоелся в другой монастырь в котором строго соблюдается устав монашеский василий великий сороковое правило ибо условия находящихся в полновласти других не имеет ничего твердого то есть в своей воле не распоряжается ефрем печерский за 28 января после блаженного варлама боярского сына блаженный ефрем евнух человек знатного рода и благородного происхождения весьма любимого князя медиславом и заведовавший у него всем его хозяйством пришел из княжеского дома к преподобному отцу нашему антонию и просил его вместо служения князя приобщить его к слугам царя небесного и возложить на него святой ангельский образ иноческого чина преподобный антоний преподав ему наставление о спасении души поручил блаженному никону постричь его согласно этому повелению никон постриг блаженного ефрема и облег выноческую одежду но ненавидящий добро враг и дьявол навлек великую скорбь на преподобных за пострижение всего блаженного ефрема равно как и за пострижение блаженного варлама о чем записано в житиях преподобных антония и никона в самом деле князь тьмы видя что он побеждается тем священным соном который собирался в темной пещере и понял что с этого времени место себе будет прославляться скорбела своей гибели и начал свои враждебными кознями разжигать сердце князя изяслава против преподобных побуждая его разогнать священный сон однако он не мог этого достигнуть и сам был прогнан молитвы преподобных он впал в яму которую готовил правда и постригавший блаженного ефрема преподобный никон был приведен к князю и резко облечен и сам начальник братья и преподобный антония с братьями вследствие гнева князя был изнан из пещеры но затем скоро по ходатайству княгини перед князем изяславом а лучше сказать по молитвам царицы небесной при святой богородице перед царем слава христом богом иноки возвратились в пещеру свою как храбрый воин из поля брали победил своего супостата дьявола после этого они всегда оставались в пещере прославляя и благословляя бога димитрий ростовский за 21 сентября и спросив благословения своих родителей он на восемнадцатом году своей жизни поселился в кирилловом монастыре всеми силами он старался подражать в добродетелях преподобным антони и феодосии и прочим пещерским подвижникам а церковь приходил церковь первым уходил из нее последним в храме стоял со страхом благоговейно внимая словам священного писания какие слова кто как проверить здесь ему был представлен святой димитрий для посвящения веры монаха которое было совершено 23 мая 9 со 6 и духа святого святой димитрию в это время было только за четыре года но он уже был искусным деле проповедания слова божия правил никаких нету в 24 года димитрий ростовский незаконно рукоположенный патриарх был никон симеон столбник 1 сентября будучи свободен от дела блаженный отрок воскресный день пошел с отцом и матерью церковь внимательно слушал симеон что в церкви пели и считали и услыхал святое евангелие в коем называли блаженными нищие плащи кроткие чистые сердцем он спросил стоявшего рядом с ним честного старца что означает эти слова наставленный духом божиим стали стал объяснять симеону и долго получал его указываемую путь нищете и духовной чистоте любви божией и добродетельной жизни добрые семена по учению старца пали на добрую почву и вот тотчас же в душе симеона зародилось усердное стремление к богу и возросло твердое желание идти тесным путем ведущим к нему он положил в уме своем немедленно бросить все и стремиться только к тому что у вас хотел поклонившись честному старцу и благодарствую за полезное повод на учение семеон сказал ему ты для меня теперь стал отцом и матери учителем на благие дела и вас ждем к моему спасению тотчас после всего 7 он вышел из церкви не заходя домой уединился вместе удобным для молитвы здесь он распостерся на земле крестообразно из плача молил господа указать ему путь ко спасению долго лежал он так и молился наконец уснул и во сне узрел такое видение снилось ему что копает он ровно какого-то здания он слышит он голос говорящий копай глубже стал он копать глубже потом думаешь что уже довольно остановился но опять и услышал голос повелевающий копать еще глубже снова стал он копать и когда опять приостановился третий раз тот же голос побуждал его к тому же труду наконец он услыхал перестань теперь если хочешь строить здание созидая на трубе с усердно и без труда ни в чем не успеешь после всего видения симеон встал и пошел в один из монастырей находящихся в родной его стороне провиди в нем божие призвание и губин взял его за руку и вел монастырь говоря братья научите его жить и юночистскому и монастырским правилам и уставам в короткое время он выучил наизустью псалтырь будущий еще только 18 лет от роду он был уже пострижен в иночество и вскоре строгостью своей жизни произошел всех иноков того монастыря так один из братьев кушали пищу они только раз в неделю вечером и на третий день он же не вкушал пищи целую неделю рекорды ставили феодосия 29 мая по истечении сорока дней после рождения мать взяла свою дочь на руки и понесла ее в храм святой анастасии с радостными слезами воздавая благодарение богу и святой мученице обещая посвятить свою дочь в чин иночистки дабы она была сопричинственно к лику девственности невест христовых следует заметить что при том храме был и монастырь для девиз посвятивших себя на служение богу когда феодосия исполнилось 7 лет со времени рождения отец ее умер тогда мать взяв от раковицу повела ее в монастырь святой анастасии и отдала ее для пострижения во святой ищи на ангельске спустя три года умерла и мать феодосия оставив свое имение своей дочери инокини призвав к себе золотых дел мастера она отдала ему достаточное количество золота и серебра для соскования трех икон христа спасителя пресвятой богородицы святой мученицы анастасии иконы эти имели величину в три локтя большие конан 6 марта сам блаженный конан проводил все дни и ночи в молитвах когда исполнилось сыну 7 лет конан раздал все что имел нищим и взяв от рака ушел в монастырь где и проводил иноческую жизнь никон пещерский за 23 марта когда приходили к антонию лица желающие принять равноангельский образ он сам получал их добродетелям и преподобному никону он поверил постригать их в деяниях этих двух подвижников можно было усматривать некоторый вид подобия моисея аарона ибо преподобный антоний принес закон со святой горы афонской как моисей синайской преподобный же никон действовал по повелению антония как аарон почтенный саном священство возрадовался духом и тогда когда постриг именитого боярина блаженного варлаама а также заведующего всем хозяйством у князя и любимца его блаженного ефрема евнуха но за этих постриженников он потерпела немалую скорбь ибо узнав об их пострижении князь изослав сильно разгневался на преподобных и повелел одному из них именно совершившего пострижение тотчас привести к себе слуги тотчас же отправились и привели к нему блаженного никона посмотрев с гневом на святого князь спросил ты ли постриг боярина и евнуха без моего повеления преподобный никон ответил с мужеством я постриг их благодатью божией по повелению царя небесного иисуса христа призвавшего их на такой подвиг князь разнелся еще более и сказал или убеди их возвратиться в дом свой или я пошлю тебя и сущих с тобою в заточение в пещеру вашу велю раскопать блаженный никон отвечал владыка делай все что тебе угодно мне же не подобает отвращать воинов от небесного царя после этого святой антоний бывшая с ним вышли из пещеры намереваясь по причине княжеского гнева и укоризм на блаженного никона отправиться в другую область Симеон юродивы 21 июля с таковыми и подобными этим наставлениями обратился к ним преподобный игумен и видя обильные слезы и текущие из глаз их сказал Симеону не жалей не плачь о сединых господежи твоей матери ибо за твои труды Бог лучше ее утешить нежели сам ты находясь при ней если бы даже ты неотступно был при ней то не знал бы наверное ты бы ее раньше похоронил или она тебя и умер бы ты без угождения Богу не имея ничего что могло бы избавить тебя от будущих зол после смерти ибо ни материнские слезы ни отцовская любовь ни богатство и слава ни брачный союз ни любовь к детям не могут умолить страшного судью а только добродетельная жизнь подвиги и труды подъятые ради Бога потом обратившись к Иоанну сказал и тебе о чадо да не влагает враг таких мыслей чтобы ты стал рассуждать в уме своем кто без меня поддержит престарелого отца или прокормит кто утешит рыдания супруги твоей ice В самом деле если бы вы предоставили их, одному Богу ,а сами пошли работать другому то вы по справедливости сокрушались об них а так как единый есть Бог Которому вы поручили родителям своих из любви Которому оставили их то должны знать что он сам infinит о них а так как единый есть Бог Которому вы поручили родители из своих, и из любви к которому оставили их, то должно знать, что он сам промыслит о них. Пин, многоболящий, 8 августа. Неоднократно просил он своих родителей, чтобы они позволили ему удалиться в монастырь для пострижения в иноческий образ, но из сильной любви к нему они не соглашались на эти просьбы, желая иметь его наследником по своей смерти. Поэтому, когда отец и мать сидели около него, не допуская пострижения, блаженный Пимен сильно печалился и молился Богу, чтобы он исполнил его желания, какими ведает путями. И вот в одну ночь, когда родители его и рабы были погружены в глубокий сон, вошли к нему светлые ангелы, одни в образе прекрасных юношей, другие – игумены и братья, они несли в руках святой Евангелие свечи, власяницу, мантию, куколь и все остальное нужное для пострижения. Тогда для всех стало очевидно, что пострижения по повелению Божией совершали святые ангелы. Долго рассуждали игумены и братья, вменять ли чудесное пострижение, как обычное, совершенное по уставу, и пришли к мысли не повторять над блаженным Пименом пострижение, так как имелись ясные доказательства действительности совершенного над ним. Случилось как-то, что один больной, страдающий таким же недугом, как и преподобный Пимен, принесен был в Печерский монастырь и пострижен. Иноки, на которых лежала обязанность служить больным, внесли его в блаженному Пимену, чтобы служить обоим вместе и равномерно, но небрежно относясь к своим обязанностям. Они часто забывали о них, так что больные по временам изнемогали от жажды. Чужая жизнь людей интересует, романы, радио, а нынче телевизор. Воображение, где хочешь, дорисует, последствия измены и каприза. А нужно ли мне это было знать, сгодится ли моей судьбе корявой? Так любят, милуют и походя казнят, не отличая левой стороны от правой, чужие судьбы. Но причем здесь я? Они мне опыт свой не передали, и с той эпохи не моя стезя. Так много выдумки, сомнительных преданий. Зачем Титаник мне, ярмах и идиот, и вечный зов, а вечным там не звука, экран над менностью и пошлостью плюет? Там океан безделья, море скуки. Идут кровавые, безумные сражения и тысячи смертей. Так, между прочим, моя душа, мой ум везде мишенью. Растлить жестокостью убить и скурочить. Критический разбор того, что видел, что прочитал, услышал и запомнил. Так поступал бы я в такой обиде, не стал ли бы участником невольным. Там, с ними, именно тогда, но знаний и опыт мой, что ныне не отступилась бы тогдашняя беда. Мгновение весны и красные калины. Иное дело фильмы про Писанию, попытки донести библейские сюжеты. Окно в природу смотрится часами, не путешествуя, пройтись по белу свету. Явился бы маньяком апостол Павел и рядом с грозным Иоанн Златоуст. А значит, всем себя противопоставить библейской солью, изменяя вкус. Все на этом событие наше закончилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...